Персонал санатория Делуч проходит вакцинацию. Процедура занимает считанные минуты и является обязательной практически для всех, за исключением тех, у кого есть противопоказания. Случаи единичные, но они тоже бывают. Здесь собственная медицинская база, немало специалистов с учеными степенями. По их оценке, сегодня противогриппозная вакцина эффективна даже с учетом того, что пациенты приезжают со всей страны, а в разных ее концах могут распространяться разные штаммы вируса. За 10 лет моей работы здесь, мы проводим и проходим эту иммунизацию, кстати, бесплатно для всех наших сотрудников. Я не видела, чтобы у нас в принципе болели гриппом. Мы работаем круглый год, к нам пациенты приезжают начиная с 1 января фактически, да, то есть мы, да, фактически без отрыва на праздники, на каникулы. И у нас сотрудники должны быть все в хорошем работоспособном состоянии, чтобы могли принимать наших пациентов, принимать, сидеть на приеме красивыми, да, сидеть на приеме здоровыми, врач излечийся сам. В поликлинике в этом году готовы поставить почти 60 тысяч прививок. Сделать это можно совершенно бесплатно, пожилых людей пропускают без очереди. Задача установить так называемый эпидбарьер. Для этого прививки должны получить около 40 процентов населения. Каждый человек должен нести гражданскую ответственность. Она в чем заключается? Даже если вы молодой, здоровый человек, заболеете и перенесете достаточно легко этот грипп, то ваша беременная жена или ваши пожилые родители или ваши детки, они принесут это в очень тяжелой форме. И таким образом вы подвергаете всю свою семью, работников, которые с вами сотрудничают, подвергаете их риску. Поэтому в первую очередь мы призываем людей гражданской ответственности. Сейчас уже вопрос звучит именно так. Опасен не сколько грипп, сколько его осложнение, пневмонии. Прививка практически сводит на нет вероятность их возникновения. Болезнь, если и возникает, то протекает относительно легко. Для того, чтобы выработался иммунитет, необходимо поставить прививку примерно за месяц до начала пандемии. В этом году ее ожидают уже в октябре. Примерно она месяц раньше, чем обычно.